Приветствую вас, Виктория, смотрите, есть здесь в вашем тексте два ключевых момента. Первый момент это то, что у вас отношение на расстоянии смешиной, и второй момент заключается в том, что вы, скажем так, испытываете ревность, то есть вы боитесь, что человек вам, условно говоря, изменяет, да, вы этого боитесь, вам это неприятно, вы опасаетесь там и, соответственно, и так далее. Вот. Значит, знаете, какая штука? Начиная отношение на расстоянии, очень важно понимать, на что вы рассчитываете, чего вы хотите. Начиная отношение на расстоянии, очень важно отдавать себе отчёт в том, как это всё будет происходить хотя бы примерно. Начиная отношение на расстояние, точнее соглашаясь на отношение на расстояние, вам нужно понимать, что вы человека в той или иной степени не контролируете, что вы не можете это сделать, что вы не способны это сделать, вы не способны его контролировать. Вот. ну, не способны контролировать в принципе. То есть вы не способны контролировать человека в принципе. И это тяжело, но это так. То есть плата за отношение на расстоянии, цена отношения на расстоянии, именно цена. Она именно вот такая цена в том, что вы не вместе, цена в том, что вы можете там замечать, к примеру, за своим молодым человеком какие-то вещи, которые можно интерпретировать там двояко, как-то, да, а то и трояко. Вот. И соответственно, ну это естественно вызывает какое-то беспокойство, это естественно вызывает какое-то, какие-то сомнения там и так далее, и так далее, и так далее. Ну вот. Понимаете какая штука? То есть, ну вот мне кажется, что изначально исходить нужно из этого вам. То есть вообще готовы ли вы к отношениям на расстоянии изначально? Готовы ли вы к изначальных отношениям на расстоянии? То есть, мне кажется, что вы в некоторой степени, да, отношения просто идеализировали для себя. Вот. Что является, конечно же, неприемлемым здесь. Это первое. Второе. Второе, это ваша Виктория, неуверенность в себе, которую вы здесь и сейчас активно продвигаете. Вот. Значит, ну, твою неуверенность в себе, которую вы активно реализуете. Вот. Сейчас, на данный момент. И, в общем-то, эта проблема, она, ну, такая, по факту. Эта проблема, она, вот, такая. То есть, вы неуверенность в себе, вы сомневаетесь в себе, вы сравниваете себя с другой женщиной, возможно. И, и, что немаловажно, боитесь своего молодого человека, да, своего мужчину, вы боитесь потерять. Ну, как вот мне видится, по крайней мере, эта история. Эта ситуация, что вы боитесь, потерять человека, вы боитесь того, что он уйдет, того, что он вам может изменять, там, и так далее. Вот. И здесь мы подходим к тому, как конкретно вы воспринимаете, ну, наверное, отношения сами по себе, как конкретно вы их воспринимаете и как конкретно вы их видите. То есть, это А. И, Б, это то, что не для вас значит. То есть, почему, например, мужчина, вот, как вы пишете, вам, ну, я не знаю, что-то докладывает, вот как, вот как вы говорите, да, что вам докладывает, что делать, что делать, от чего, почему, почему мы вам должен докладывать, вот. То есть, ну, вы хотели, да, допустим, чтобы он был самый честный, ну, он самый честный нам все рассказывать, вот. Вот. И он, ну, в общем-то, не дурак. Он понимает, что это может, ну, звучать, звучать. Для вас сомнительно, вот. Ну, раз он это делает, тогда что он самый честный. Скорее всего. А вот, в принципе, то, что я могу сказать вам. Ну, ваша проблема, проблема неуверенности в себе, она есть. И... Все нужно... Что-то делать. Вот. С этой проблемой. проблемы. Проблема, это не связано с... Молодым человеком. Эта проблема связана непосредственно с ваш... Только с ваш... С вашим... Эм... Быстрее. Вот, в принципе, то, что я могу вам сказать. Вот. Пока что. Исходя из... Того, кто вы написали. Дальше. Эм... Так. Эм... Почему он... Эм... Если он другой, не может... Не сказать об этом прямо. А... Откуда вы знаете, что он другой, да? Я не знаю, как относится к такой ситуации. Какой? Другой трансмиссисчику зависит. Какой выход должен быть, я его не вижу. Эм... Посоветуйте, как не зацикливаться на... На... Ну, на самом деле, эээ... Рекомендации для вас, они... Эээ... Эээ... Такие. По большому счету, будут общие. То, что можно... Порекомендовать именно... Эээ... Здесь и... Сейчас. То, что рекомендация, это... По сути, дел... Больше заниматься собой, своими делами, своими интересами. Продвигать свои дела и свои интересы. Вот. Ээ... Рекомендация-то она такая. Но... Поможет ли вам это? Большой вопрос. Эээ... На мой взгляд, скорее, нет. На мой взгляд... На мой взгляд... На мой скромный взгляд, скорее, нет. Эээ... Чем, да? Потому что... Ревность... Ээ... Такое вот сомнение, да? Оно уже появилось. Вот. И... Соответственно... Ну... Вам... Нужно работать. Вам, наверное, нужно работать над собой, чтобы не позволить ей влиять на ваши отношения. Если, конечно... Вы этого... Хотите... Хотите... Если вы... Хотите... 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 Не разрушить... Эээ... Отношения. Вот. Вот, в принципе... Эээ... Вот, в принципе... Эээ... В принципе... То, что вам можно сказать. Эээ... Пока... Пока что... Эээ... Ээ... Эээ... Почему для вас... Так важно, чтобы мужчина был сам откровенен и говорил вам то, что вы хотите, откуда у вас появились сомнения, вот, ну, это, на мой взгляд, нужно разбирать. На мой взгляд, это нужно исследовать, на мой взгляд. Вот, в принципе, то, что я могу вам сказать сейчас, по вашей проблеме, за более подробной информацией, за более подробным разбором вашей ситуации, нужно вам обращаться в личку и, соответственно, тот эксперт, которого вы выберете, поработает с вами и поможет вам увидеть, что лежит в основе вашего социкливания, так сказать. Потому что, может быть, это и есть навязчивые мысли, навязчивость, а не навязчивость, да. То есть, что бы вы не делали, да, вы думаете об этом, ну, думаете как бы постоянно об этом, это навязчивость, на мой взгляд. Вот, значит, так вот я отвечу вам. На этом все. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!